Заколдованный сном безрассудным, головой я в маске паник, а рукой, что в тонкой перчатке, поправляю петлёй воротник. Здравствуйте, друзья! С вами снова я, Захарыч Блаженный. И, как говорил старина Конфуции, символы правят миром. И старина Конфуции вовсе не шутила, он был совершенно серьёзен. Посмотрите, что происходит сейчас. Грёбаный даджаль, одноглазое чудовище, телеящик, зомбирует людей так, что все спят безрассудным сном. И готовы принять любую участь, которую им даруют властители. Впрочем, не все. Что ж, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Будя на то воля ваша, поддержите мой труд. Друзья, если вы решите это сделать, данные вы найдёте в описании к ролику. Я независимый обозреватель и вестник к вашим услугам. С достаточно большим опытом, написанными книгами и прочим, прочим, прочим. Итак, прежде всего, важная новость. Второй канал, освещая протесты в Минске, использовал кадры разрушений из Нагорного Карабаха. Стыд и позор, стыд и срам, как говорится. Впрочем, чего ещё ждать от таких вот чудовищных коллаборационистических вшей, я не знаю. Однако, моё внимание привлёк первый канал, поразительный, восхитительный первый канал с прекрасно ликой, великолепной Екатериной Андреевой. Несменяемый многолетний телеведущий, которая является лицом буквально первого канала. И вот, кстати, обратите внимание, вот я выйду. Вот. Вот она, площадь Добрынинской заставы. Так вот, Екатерина Андреева под постом бизнесмена Яна Яновского о посещении Большого театра, Пласида Доминго, все дела. Она поставила свой длинный, обширный комментарий, в котором... Так, дисклеймер. Уважаемые ютубы, прочие, я тут под сомнение ничего не ставлю. Я просто пересказываю то, что сказала лицо первого канала Екатерина Андреева. Вот. Так вот, она написала, впоследствии удали в комментарии, но скриншоты остались. В частности, на сайте newsru.com вы можете увидеть новость вот о Екатерине Андреевой и её посте. Так вот, эта прекрасная лика Екатерина Андреева заявила, что она была поражена, что вот весь зал Большого театра, весь портер сидел без масок. И Анна Попова, глава Роспотребнадзора, сидевшая в царской, блин, трахтере бередох ложе, тоже, походу, была без масочки. Вот. Она привела какие-то там примеры. Это её пост, это её числа и цифры, данные, уважаемые там эти цензоры. Прошу прощения, я просто рассказываю, я уже на воду дую. Вот. Я ни в чём не сомневаюсь. Одевайте маски, друзья, брейте ноги. На самом деле, следите за гигиеной, держите дистанцию, если кто-то чихает и кашляет, и всё такое. Вот. Она отметила, телеведущая, что за 8 месяцев в РФ умерло, за 8 месяцев эпидемии умерло 24 тысячи точка 7 человек. 24 тысячи 700 человек. Она посчитала 37 человек в регионе в месяц. То есть, один с небольшим в день. Вот. Но это её подсчёты, повторяю, не мои. При этом она сказала, что потеряла одна лишь Москва 340 миллиардов рублей на турбизнесе и недополучил бюджет 34 миллиарда рублей. Также телеведущая в своём посте рассказала, что её муж лежал в красной зоне этого института имени Склифосовского с пневмонией. И его заставили подписать, что он там ковидом болен для статистики. Хотя он, по её словам, ковидом болен не был. В общем, весело и радостно. Да, ещё Екатерина Андреева, она телеведущая, а в телевизоре не надо быть особенно грамотным и даже логичным. Главное иметь харизму и громко орать, как делает телеведущий Владимир Соловьёв. И вот Екатерина Андреева в своём посте ошиблась. Она сказала, что Маска, боится, что Маска вызовет у неё ННЭ, физему лёгких. Екатерина Андреева, уважаемая ММ, физему. Не Николай, а Максим. Вот. Что ж, на фоне этого, как бы, проскакивает новость о том, что бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов лишился... Если я ошибся с ударением, прошу прощения, Абызов, может быть, лишился 32,5 миллиардов рублей, которые у него суд отбирает. Ну, там, по обвинениям, всяким обвинениям очень мутное, но при том, что и министр тоже мутный, и вся наша страна, государство образования крайне мутное. Поэтому вот всё соответствует. Что ж, ещё раз подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, разумные комментарии. Не такие, по которым вас потом можно это взять за хобот. Вот. И, будя на то воля ваша, поддержите мой труд. Тружу себя без цензуры, совершенно независимо, исключительно благодаря вашей поддержке, друзья. И прошу вас также подпишитесь на дополнительный резервный канал. Ссылку на него вы также найдёте в описании. Я там тоже вывешиваю ролики отдельные, не дублируемые на этом канале. Меньше, но тоже. Вот. Потому что, кто его знает, страйк мне прилетал совершенно настоящий. На неделю я был лишён голоса на своём основном канале. Посмотрите. Вот Москва. Дорогомиловская застава. А то я перепутал Добрынинского и сказал Дорогомиловская застава. Вот там этот адский Москва-Сити. А вот изображение тружеников Советского Союза. Символы правят миром. Я не шучу, когда это говорю. Я согласен с Великим Конфуцием. И хочу сказать, друзья, что вот эти телевизионные деятели, ну, вы соучастники происходящего, учтите. Причём соучастники в очень серьёзной мере. Потому что вы помогаете погружать сограждан в безрассудный сон. Пробуждайтесь, люди добрые. Помогайте друг другу. Поддерживайте друг дружку. Вот. И почаще улыбайтесь. Вот. Соблюдайте там социальную дистанцию. Всё такое. Вот. Чистите зубы вечером. Вот. И это будьте в хорошем настроении. Это самое главное. И даже я, несмотря на свою совершенно такую адскую депрессию, состояние брошенности, я остаюсь с улыбкой. Доброго денёчка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...